Одно из сокровищ нашей территории. Курган Монтифортини, археологическая зона Камианы. Этим утром я, наконец, отправился посетить этрусский курган Монтифортини в Камиане. Хотя он недалеко от дома. Я прошел мимо него, не останавливаясь, в том числе и потому, что он не всегда открыт. Меня это поразило, это стоит посмотреть. Кроме того, вход бесплатный, и в этот период я видел, что он открыт больше, всегда утром, с понедельника по пятницу, в первую субботу месяца, а также в 10 и 17 и первое воскресенье месяца. В Семиф, Аванте, Кристо, ориентализирующий период этрусской истории, нынешняя территория Карминьяна имела необычайное экономическое и культурное развитие, от которого сохранились самые красивые погребальные архитектуры. Среди которых главным является курган Монтифортини. В настоящее время это искусственный холм О'Кей 12 метров, построенный княжеским родом, внутри которого находятся две камерные усыпальницы. Снаружи была алтарная терраса, от которой сохранилось несколько ступеней, прикрытых для защиты, предназначенных для демонстрации усопшего перед погребением. Самая старая гробница, доступ к которой осуществляется по современной лестнице, с которой открывается вид сверху, имеет круглую форму, толос с центральной колонной и диаметром более 7 метров. Через несколько десятилетий после его постройки часть крыши толоса обрушилась, возможно из-за землетрясения, и та же семья построила еще одну гробницу. Расширив курган, максимальный сохранившийся сегодня диаметр составляет 70 метров. Доступ к этой гробнице осуществляется через большой открытый коридор длиной более 13 метров. Есть две комнаты, притвор и келья, обе перекрыты плитами, постепенно выступающими внутрь. Гробница была нарушена, несмотря на это. Многие находки были извлечены из кургана и выставлены в прекрасном археологическом музее Артимина. Недалеко также находится небольшой курган Баскетти, к которому можно пройти по небольшой дорожке рядом с площадью Камианского кладбища, оставшейся одинокой среди полей. Он был обнаружен 21 февраля 1965 года четырьмя молодыми людьми из Прата Марио Франко Гори, Н. Каппини, М. Мариотти, города Гуардуччи, которые, копая на небольшом холме возле Камианского кладбища, достигли глубины 80 сантиметров и начали для извлечения кусков терракоты и плит, принадлежащих системе этрусских гробниц. Мальчики передали части карабинерам Паджоа Каяна 1. Гробница, найденная четырьмя мальчиками, принадлежит Баскетти, старейшей из гробниц Камианы. Курган Монтифортини состоит из монументального искусственного холма диаметром 70 метров и высотой 12 метров. Окружанного барабаном из песчаника, прерванного на северо-западе платформой, на которой предположительно находится жертвенный алтарь. Монументальность места подчеркивает дубовый и каменный дубовый лес, возвышающийся над курганом. В строении находятся две погребальные камеры. Могила Монтифортини, первая гробница, состоит из камерной гробницы, раскопанной и восстановленной, начиная с 1966 года. Доступ предоставляется через большой дромос длиной 13 метров, который ведет к четырехугольному вестибюлю длиной 2,10 метра и шириной 2,50 метра, который, вероятно, первоначально был покрыт ложным свод выступающих плит. Через трилитный портал, состоящий из двух передвижных дверей, увенчанных наличником, одна выходит из притвора и входит в погребальную камеру. Идеально прямоугольная камера длиной 4,50 метра и шириной 2,55 метра является одним из самых красивых образцов петруской архитектуры периода ориентализации. Вдоль стен проходит полка для хранения погребальных урн с усопшими. Гробница, вероятно, была разграблена еще в 200 году до н.э. период, когда предположительно обрушился свод вестибюля. А затем и в других случаях. Несмотря на это, в гробнице было найдено достаточное количество находок, чтобы можно было провести датировку между последними 25 годами 7 и 1 годом 6 века до н.э. 625-575. Фактически, появились скульптурные и тонко выгравированные работы, погребальные урны из необработанной керамики, чашки буккера и остатки египетских ваз из стеклянной пасты. Все находки были выставлены в музее Артемина. Вторая погребальная камера, которая находится в центре кургана и наличие которой некоторое время предполагалось, была раскопана только начиная с 1982 года. Это большая гробница Толос, структура которой частично разрушена, возможно, из-за землетрясения и уже испорчены в древности. Вся конструкция имеет диаметр около 7 метров. Сделана из песчаника и имеет центральную колонну. Среди находок железная фибула, фрагменты слоновой кости, украшенные скорлупой страусиных яиц, египетское голубое стекло, янтарь и фрагменты буккера. Вы совершили путешествие и оно вам понравилось, оставьте отзыв. Если вы только посмотрели описания и фотографии и нашли их информативными, оставьте аплодисменты. Если у вас возникли проблемы, оставьте комментарий и объясните найденное решение. Помните, что на написание комментария или обзора уходит намного меньше времени, чем на создание и публикацию маршрута. Но только так информация остается актуальной. Как всегда, приглашаю вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok